итак зовут меня марина солнышкина говорить я буду сегодня о том что я бесконечно люблю я здесь не преувеличиваю то чем мы сейчас занимаемся в нашей лаборатории которая называется текстовая аналитика и на кафедре теории практики преподавания иностранных языков в институте филологии межкультурной коммуникации я называю без преувеличения моей последней любовью академической любовью я очень надеюсь что я смогу донести до вас почему я так это люблю и почему этим нужно заниматься и почему этим заниматься перспективно а но все поэтапно говорим мы с вами 35 минут сначала договоримся об общем языке о том кого мы называем лингвистом кто такой лингвист а будем говорить о задачах которые стоят перед лингвистикой в настоящее время где решение этих задач можно использовать и почему это нужно использовать почему это важно ну и то что я называю ауэуэй да наш подход что мы делаем для того чтобы задачи которые мы поставили перед собой были решены а начну я с небольшой шутки были совсем недавно вот дня два тому назад еду я себе останавливает меня офицер гибдд и говорит марина ивановна нарушили я протягиваю свои права лихорадочно соображаем что делать я бы вы понимаете я не могу нарушить я учитель я профессор мы не можем ошибаться я всегда по правилам все мне говорит вы знаете марина ивановна вы совсем не похожи на профессора потому что у профессора должен быть берег усы и очки понимаете но вот никак я на профессора не тяну а стереотипы да то есть есть определенный стереотип и вот этому стереотипу сейчас мы противопоставляем новое знание и так кто такой лингвист лингвист это тот кто ну вот в тиши своего кабинета расшифровывает в ночи какие-то тексты да лингвист это тот кто может хорошо копипейстить да вырезал и вставил тоже лингвиста ну вот вы улыбаетесь значит знаете еще есть один стереотип лингвист это тот который суффиксы считает вот сидит себе и суффиксы считает и это вот кстати вот этот стереотип мне больше всего нравится потому что да мы считали суффиксы достаточно долго их считали и вы знаете досчитались до того что теперь мы не просто их считаем мы их можем категоризировать мы знаем что за ним что за ними стоит мы фактически начали использовать математические методы в лингвистике то есть из данных которые мы очень долго на протяжении многих веков копили у нас теперь есть информация информация похожая на ту которая есть в точных науках помните нас же достаточно долго наукой не называли мы же искусство от да или химанитиста вот но мы создали то что теперь называется и периодической системы языка совсем похоже на периодическую систему элементов и нужно еще много спорить что сложнее периодическая система элементов или периодическая система языка мы создали модели в которых установлены отношения мы с гордостью можем сказать лингвистика наука в которой есть законы и элементы лингвистики подчиняются этим законам как же это произошло произошло это конечно благодаря междисциплинарности потому что лингвисты вынуждены я свои 50 пошла дружить со специалистами программистами мы сели за парты мы начали изучать те методы о которых мы раньше просто не слышали они знали и конечно сейчас к данному моменту в лингвистике в современной лингвистике накоплено огромной базы данных вы знаете о корпусах вы знаете о библиотеках вы знаете конечно об огромном количестве и информации которые хранит интернет и конечно создаются сейчас платформы на которых можно получать бесконечно интересные тоже знания. И есть профайлеры, есть автоматические анализаторы текстов. О нем я тоже немножко буду говорить. Ну и, конечно, связь всех этих элементов. Итак, особенности современной лингвистики. В первую очередь, как я уже сказала, это получение новой информации, это взрыв новой научной информации. Во-вторых, математизация лингвистики. И в-третьих, превращение лингвистики в производство. Нам сказали, мы недостаточно богаты, чтобы заниматься тем, чтобы просто подсчитывать суффиксы. Нам нужно прикладывать те знания, которые вы нашли. Вы должны научиться их интерпретировать. Попробуем посмотреть, как мы это делаем в нашей лаборатории. В первую очередь, сборы хранения и передачи информации. В нашей лаборатории, которая называется текстовая аналитика, мы собрали достаточно большой, большой в том смысле, что он репрезентативен. То есть при помощи этого корпуса можно с достаточной высокой степени probability, подскажите, вероятности, да, probability вероятности, подсчитывать, правильно интерпретировать и прогнозировать данные. Мы собрали достаточно большой корпус транскриптов. Это пересказы наших школьников. Мы посмотрели ваши учебники, которыми вы пользуетесь в школах. И мы попросили пересказать тексты, параграфы, которые вы читаете. Для того, чтобы проверить, какой объем информации среднестатистический школьник может воспринять и воспроизвести. Чуть-чуть позднее об этом тоже скажу. Мы начали заниматься автоматической обработкой. То есть вот это та самая математизация, которая пришла в лингвистику. Этим я тоже очень горжусь и прошу прощения за опечатку здесь. Мы разработали формулу читабельности текстов. Применяя эту формулу читабельности только к учебным текстам, мы можем спрогнозировать, на кого ориентирован текст. То есть школьник какого класса может этот текст не просто прочитать, но еще и понять. И мы разработали гордость нашу рулингва. Это автоматический анализатор текстов, который абсолютно свободно находится на сайте нашего университета. Называется он сейчас рулингва. Мы думаем о том, чтобы его переименовать, но я думаю, что вы его с легкостью найдете. Значит, ну вот это еще одно его название, мы его называли и ру-текстом, и русаком, и рулинговой. Все еще работаем над ним. Загружаете текст, причем вот объем этого текста, он практически не ограничен, то есть даже до 30 тысяч знаков мы загружали, и вуаля. То есть выгружается более 45 параметров текста, которые для нас имеют большое значение. Когда я говорю большое значение, я имею в виду, что у нас точно так же, как у медиков сейчас или как у биологов, на каждый параметр есть референтные значения. То есть мы не просто определяем, как биологи, какое количество там эритроцитов, тромбоцитов и так далее, но мы можем интерпретировать каждый из полученных нами параметров. Вот общество знаний, которое я вам обещала. Если у нас здесь девятый класс, читали вы этот текст или нет. Меня эти тексты поразили тем, что предложение очень длинное. Вот так у вас с правой стороны 38 слов предложения. Как вы думаете, можно его понять? Понять. Понять можно, только не с первого раза. Вот я его загрузила в рулингву. Вот это формула читабельности, видите, красным выделено, да? А параметр 20 и 66. Это означает, что среднестатистический носитель русского языка должен провести за партой 20 лет, чтобы понять его с первого раза. Ну, вернемся, хотите почитать? Потом я закрою, вы воспроизведете, хорошо? Мы же так проверяем. Ну, если там вообще есть смысл. После того, как лекция закончится, я попрошу вас подойти отсюда. Вы же понимаете, да, что мы не настолько богаты, чтобы просто считать суффиксы, да? То есть это делалось для того, чтобы изменить вот эту ситуацию, для того, чтобы наши учебники стали читабельными, да? И это вот еще один параметр, который я здесь покажу, вот это TTR, да? Это Type Token Ratio, это лексическое многообразие. Я говорила про референтные значения, да? То есть мы изучили большое количество учебников, больше 128 уже, причем это учебники из нашего ВГОСа, да? То есть из нашего федерального перечена, то есть те учебники, которые идут в нашу школу, по которым занимаются наши дети, занимаетесь вы. Они тоже страдают из-за наших учебников. Так вот, а вот лексическое многообразие в учебнике, который, текст которого воспроизводится и воспринимается, должен колебаться в пределах между 0,42 и 0,65. Но 65 это вот предел уже. Потом начинается понимание с трудом или непонимание. Вот здесь 89, да, но это просто безобразие. И вы понимаете, что если в тексте не будет повторяться ни одно слово, то есть все слова будут абсолютно новыми, то текст, конечно, воспроизвести практически будет невозможно. Ну, за исключением людей с фотографической памятью, конечно. Но это вот еще один показатель того, как мы применяем. Это определение читабельности в одном из учебников 11 класса. Читабельность, да? То есть читабельность, как сложность текста, она в идеальном мире должна повышаться. То есть должен ребенок прийти в сентябре, и ему должен быть текст предложен чуть полегче, чем в октябре, в ноябре. То есть мы понимаем, что вот такой прямой быть не может теоретически, но она должна немножко колебаться, и к концу года ребенок должен уметь читать тексты несколько сложнее, чем те, которые он читал в сентябре. Да? Да? Common sense. То есть здравый смысл. Но мы же понимаем, да, что вот текст, который между 10 и 15, да, вот там это какой-то 12 текст в этом учебнике, он будет с легкостью понят и воспроизведен любым школьником, который даже ничего не читал и не готовился. Да? И тот, который самый сложный, он будет сложен даже для человека, который всегда готовился. К чему это приводит? К демотивации. Это приводит к тому, что наши дети перестают учиться. Им не хочется заниматься, потому что учебник, к сожалению, устроен вот таким вот образом. Где же использовать наши данные? Считали мы суффиксы, и не только суффиксы, лексическое многообразие, читательность и сложность текста. Вот здесь мы понимаем, что чтение теперь не относится к виду тех деятельностей, тех видов деятельности, которые весьма популярны. Вот это данные, к сожалению, 18-го уже года, но они очень активно, очень прозрачно показывают, что мы сейчас читаем. Мы перестали читать, сейчас посмотрю, нет, у меня нет указки, к сожалению, да, мы практически перестали читать художественную литературу, меньше 30% наших школьников, наших подростков читают художественную литературу. Мы перестали читать журналы и газеты, мы читаем в онлайне, мы читаем в чатах, ну, даже имейлы снизились, да, вы видите, вот треугольничек, это 18-й год, а квадратик, это 2009-й год. Да, и, конечно, вот весь фокус переместился в электронные тексты. И мы, к сожалению, из самой читающей страны в мире спустились далеко и глубоко и стали хуже, чем Египет, Филиппины, Китай, Таиланд и Индия. Мы читаем меньше, чем эти страны. Наши родители читают своим детям книг меньше на сколько? 80-7 на 73%. Вот такой скачок произошел за последние 15 лет. Мы перестали читать. Почему мы перестали читать? И почему это плохо? Почему нельзя не читать? Вот это данные серьезного экономического исследования. И вот сверху то, что я написала, как читаем, так и живем, это фактически квинтэссенция. К сожалению, а может быть, к счастью, не знаю, экономическое процветание страны зависит от того коллективного знания, от коллективной сложности тех текстов, которые мы, как нация, можем воспроизводить и можем воспринимать. И, конечно, мы все страдаем от инфотоксикации. И, конечно, наши дети не могут прочесть все то, что мы им предлагаем. Именно поэтому вот то, чем мы занимаемся в нашей лаборатории, очень применимо и очень востребовано, потому что мы определяем, насколько сложный текст, насколько он информативен, насколько он читабелен. Что же делать? Наша текстовая аналитика, наша лаборатория, наши ученые, мы предлагаем вот такой план. Это план до 30-го года. В 22-м году мы уже начали разработку оценки профиля читателя. То есть мы считаем, что для того, чтобы предлагать текст определенного уровня сложности, нам нужно много и хорошо знать и о самом читателе. То есть у нас и в советские годы, и в Российской Федерации мы всегда хорошо знали, какой словарный запас есть у ребенка до первого класса. Но вот все, что потом, мы практически не знаем. Мы не знаем, сколько слов в словарном запасе у среднестатистического пятиклассника или шестиклассника. Мы не знаем, сможет ли ученик, который учился во Владивостоке, безболезненно перевестись в казанскую школу и заниматься по учебникам. Мы этого не знаем. Вот именно этим мы и занимаемся, оценкой профиля читателя, оценкой словарного запаса фактически. Ну и достаточно много тестов для этого разрабатываем. Мы будем заниматься и разработкой уровней сложности развивающих книг, то есть не только учебных, но и развивающих. Это другая формула читабельности, это другой профайлер, другой анализатор, потому что параметры у текстов разные, и на самом деле любой профайлер, он жанрово зависим. Мы, конечно, очень хотели до последнего времени создать мобильное приложение, мы пока еще не оставили этих надежд, надеемся, что нам это тоже удастся сделать. И, конечно, будем предлагать виртуальную карту роста читателя. То есть мы будем в зависимости от интересов и в зависимости от потребностей, потому что в одном классе могут сидеть дети с разным словарным запасом, с разными потребностями, предлагать один и тот же контент с разной когнитивной и лингвистической сложностью. И, конечно, интеллектуальный консультант, который будет работать именно в этой области тоже, и киберредактор. Киберредактор – это тоже один из наших планов, это наша мечта для того, чтобы автоматически можно было упрощать текст, сохраняя, опять-таки, контент, потому что мы знаем, что бывают всякие ситуации, и особенно в условиях инклюзивного образования нам нужно обязательно иметь такого рода инструмент. Ха, не хочет, так и хочет остаться здесь. Итак, я уже повторяюсь, да, то есть вся философия, миссия нашей лаборатории стоит в том, что восприятие текста зависит от его сложности. Чем сложнее текст, тем сложнее его воспринимать. Так, похоже, батарея к силе. Ну вот это тоже наш подход, да, то есть оценка профиля читателя, о чем я говорила. То есть мы считаем, что если мы оценим словарный запас школьников, ну и читателей в среднем, то мы сможем коррелировать их со сложностью текста. Наверное, здесь попробовать можно. То есть мы предполагаем, что в самое ближайшее время начнем оценивать сложность не только учебных текстов, но и развивающих книг, в том числе художественных, хотя это, конечно, совершенно другая область и достаточно сложные занятия из-за не только прямых смыслов, но и образных. И вот опять референтное значение, еще один показатель того, как можно это делать. То есть при оценке словарного запаса и при оценке словарного запаса и словарного состава, то есть в книжке состав у ученика запас, мы можем с высокой степенью вероятности прогнозировать, как хорошо будет ученик понимать текст, ну или читатель будет понимать текст. Поэтому современный лингвист, конечно, продолжает считать суффиксы, но теперь эти суффиксы мы считаем уже со знанием дела. Мы знаем, что стоит за каждым суффиксом. В том числе, допустим, мы определили, что вот с увеличением количества суффиксов родительного падежа в высокой степени увеличивается сложность текста. И референтные значения для каждого класса, для класса, соответствующего определенному возрасту, мы тоже знаем. Для лингвистов и для фактически бакалавров всех специальностей мы открыли магистратуру, в которой обучаем и готовим как раз специалистов-лингвистов-аналитиков, которые, мы надеемся, сумеют получить достаточно хорошее знание, поскольку диапазон дисциплин очень широкий. Поэтому тех, кто сегодня заинтересован в продолжении обучения в магистратуре, я приглашаю. Электронная почта у меня здесь остается для вас. Пожалуйста, пишите, мы с удовольствием встретимся еще раз, поговорим с вами. Ну и идеальные кандидаты, перечень здесь предложен вам относительно английского языка. Могу сказать, что английскому языку мы тоже будем обучать, и курс лекции в нашей магистратуре читается и на русском языке, и на английском языке. То есть фактически мы готовим специалистов международного уровня, и этим тоже очень гордимся. И если тексты измеряются, это нужно нам всем. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok